И снова разговор о художниках. Повод был совсем недавно, был хороший повод. У нас в Николаеве выставлялись киевские художники. Вот мои гости, я их представляю, Олег Константинович Приходько, это председатель Николаевской спилки художников Украины, и Наталья Сапак, искусствовед. Но должен сказать, Олег Константинович, что давненько мы не встречались с тобой здесь, вот в эфире, да и не снимали, скромный ты человек, наверное, стал. А с другой стороны, все-таки расскажи поподробнее. И вот, оттолкнувшись от этой выставки, чем занимается ваша организация? Вам устал зачитать? Нет, только последний пункт, который называется номер шесть. Да, я вам так скажу, организация создана для поддержки художниками, художников. Богатых художников, ой, бедных художников, богатыми. То есть общественная организация создана для того, чтобы творцов поддерживать, для того, чтобы, более того, для того, чтобы свое искусство, которое должно быть очень высоким, вносить в массы, как было раньше, лозунг, он до сих пор работает такой. Более того, вносить свою лепту в развитие духовности Украины. В двух словах. Если говорить более подробно, Николаевская областная организация, Национального союза художников Украины, этим и занимается. И как председатель, на это кладу очень много собственных сил и собственного времени. Более того, и все управление это делает так же. И у нас это иногда получается. Включая вот эту выставку. Вот эту выставку. Но ей предшествовали еще две выставки, да? Я вам скажу, мы, опять-таки, Николаевцы, подняли новый, старый, хорошо забытый, старый пласт. Показы, выставок в других городах. Раньше, вспомните, до 90-го года мы видели здесь и одесситов, а потом это как-то, ну и херсонцев, а потом это как-то немножко притихло и усохло. Это включает не только наш город, но и весь, всю как бы Украину. В 2013 году мы предложили показать в Одессе николаевских художников, на что одесситы очень обрадовались. У нас никогда не было общей обменной выставки. Одесситов у нас, николаевцев там. И начали мы с молодежи николаевской. И показали в музее западно-восточного искусства нашу хорошую молодежь. Считаю, сейчас у нас молодежь прекрасна. Я имею в виду, в каком плане творческая молодежь. Подросли хорошие живописцы, скоро будем в Союзах принимать. Потом мы показали себя. Потом одесситы показали, вы помните, через год показали в Союзе художников в залах спилки наши, в музее Верещагина. И на советской выставочном зале большая была выставка. И три зала было охвачено. Одесситы с колоссальным энтузиазмом к этому отнеслись. Была борьба, где кто, какие направления, в каких участвуют, где хотят лучше выставляться. Конечно, музей как бы более престижный. Но так сложилось. Место не в Николаеве, а вообще как бы по понятиям. Показали более 360 их работ. Потом херсонцы... Мы решили создать такую обменную ассоциацию. Потом херсонцы показали свои работы в Одессе. Потом херсонцы показали свои работы в Николаеве. Потом одесситы показали свои работы в Херсоне. На все эти акции николаевские художники дружно ездили. И наконец вот теперь... И теперь вот... Все, что происходит... Да. Все становится известно. В городе Киеве, в столице, есть руководящий орган между съездами Союза художников, называется Совет областей, где участвуют все председатели Союза областных организаций и секретариат. Все, что мы делали, все это было известно. И киевляне, как это ни странно, первыми захотели, то есть предложили сами участвовать. Значит, хорошо принимаете, Николай? Нет. Нет. Не только это. Во-первых, у нас зал не самый плохой в Украине. Вот так вот. Да, первое. Я думаю, что среди областных организаций несколько только лучше. Так. Во-вторых, у нас организация творческая, серьезная. То есть, если я кого-то прошу, прислушиваются меня. Он не ко мне, а прислушивается Бережному, который уже покойник, то ли Завгороднему, к Андрею Антонику и так далее, потому что мы что-то наработали за эти годы. Так. И не только в плане творческом. Да. Авторитет организации очень весомый в Украине. Вот, Наташа. Ну вот, будем сравнивать или не будем? Давайте сначала все-таки посмотрим. Значит, тут у нас получилось смонтировано два сюжета. Это картина небольшая, такой сюжет. И потом скульптуры. Давайте посмотрим вот эти киевлян, да? А потом как-то уже поведем творческий разговор, что такое они художники, что такое мы. Пожалуйста. Сегодняшнее событие для Николаева достаточно редко, потому что приехали киевские художники, и эта школа живописи, она не похожа на нашу. Очень много работ и ярких по колору, и очень много тематических работ. А больше всего, конечно, радует меня картина Татьяны Ниловны, Яблонской, «Нарычен». Приятно вдвойне увидеть, потому что мой учитель, Валентин Меркулов, он в свое время учился в мастерской Татьяны Ниловны, и как бы много рассказывал о ней приятного, показывал и альбомы подписанные, и дарственные. И поэтому я под большим впечатлением и получила массу удовольствия от сегодняшнего события. Субтитры подогнал «Симон» В довольной форме, с желанием представить різноманиття стилей и направлений, показать художникам, которые более старши, показать художникам, которые более молодши, которые десь классичны, украинские течения, або более современные, украинские. Так мы выбирали, тем более, что Олег Константинович сказал, что несколько залей, и можно будет нормально сделать экспозицию. Музыка 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 Энергетика передается зрителю, и картинка работает. Сейчас, к сожалению, больше делается ставка на раскрутку в виртуальном мире, и люди просто перестают жить такой вот настоящей реальностью. И как раз вот опять-таки в этом контексте, вот когда действительно такие вот реалистические картины, вот смотришь, у меня просто отдыхает душа. Развитие Украины без культурного развития, без культурного прогресса невозможно. Ну, мы должны упомянуть еще вот о чем, что эта выставка была посвящена 100-летию Татьяны Ниловны Яблонской. И вам, Наталья, просто хочется задать вопрос для всех зрителей, мы-то знаем, расскажите, как вот ее картина, которая здесь была, появилась на этой выставке? Ну, во-первых, это из коллекции музея Верещагина. Мне особенно было приятно, потому что я привезла эти работы, то есть вот большую картину невеста нашла в фондах дирекции выставок в Киеве и отобрала для нашей музейной коллекции. А вот работа меньшая, одинокая старость, это я непосредственно у Татьяны Ниловны просила. И я вот, когда была со студентами на открытии выставки, мы пришли, я вот увидела, мне так радостно как-то стало, потому что встреча со старым знакомым и встреча с Яблонской, потому что когда я у нее была в мастерской, а мастерская ее на подворье Академии художеств, да? В Киеве, да, и пришла к ней, и помню, как я у нее просила для нашего музея работу, и вот пустая мастерская, ничего нет, и она действительно разводит руками и говорит, а у меня ничего нет. Я говорю, ну вот там же на палатах есть работы, ну, поднялись, смотрели, и вот эту работу я на нее обратила внимание. А она мне говорит, нет, не хотелось бы отдавать, потому что эта работа мне напоминает маму. Я писала вот после смерти мамы, вот это живые впечатления такие, одинокая старость, и вот стала мне рассказывать об этой работе, но я упрашиваю, потому что вы понимаете, говорю, это у вас вот стоит, не видит никто, а будут ее видеть. Вот, и в итоге она согласилась, и вот я ее привезла уже, что называется, живьем, в руках своих, в музей, и вот мы ее приобрели. Музей приобрел, и вот она у нас. Ну вот кроме этих работ, конечно, у нас в музее Верещагина еще есть работы художницы. Но вот очень приятно просто, что непосредственно у нее было приобретено, а мы знаем, что Татьяна Ниловна, это стол украинской... Какой год был? Ну, это 80-е годы, может, начало, сейчас я даже скажу, когда конец 80-х, начало 90-х, потому что еще у меня сын был маленький, я с ним ездила. Поэтому вот как раз вот у нее и приятно это очень. Мы будем сравнивать вот работы киевских, ваших коллег, с нашими работами наших художников, или это не надо делать. Я к чему говорю? Ну, Олег, не сказал же, что там только в Киевской организации, не все в Киевской, только полторы тысячи художников, да? Суриков о своем взятии Кончаловском сказал так, говорит, художник он небольшой, но семью прокормят. Кончаловский Петрович очень крупный художник. И плодовитый какой-то, да. Колоссальный, колоссального масштаба, не меньше, чем Суриков. Поэтому все это во времени, все... Все относительно. Да, все утрясется. Кто лучше, кто хуже, но взаимовлияние, конечно, есть. Хорошо. Мы еще те люди, которые присутствовали при социалистическом в реализме, вот чем сейчас, какие жанры сейчас, будем говорить, доступны или модны у художников? За что сейчас схватились, чтобы показать себя? Ну, вот дело в том, что все-таки сейчас больше популярен пейзаж, натюрморт, портрет. Вот сидит рядом со мной известный художник, и вот вспомним в молодые годы... Приходь-ка Олег Константинович. Да, и вот в молодые годы, ведь он же писал сюжетные большие картины. Так. Вы сейчас просто не видите, что сейчас... Да, 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 нет, она же не видела, что я сейчас сделаю, чем заниматься. Да, я не знаю, что вы в Китае пишете. Нет, так я известно пишу. Но вот то, что я видела, это если есть сюжетная композиция, то фигура – это, ну, как бы повод к созданию какого-то видового мотива. Олег Константинович. Вот так. Размышления вот о бытие нашем. То есть, я думаю, что ты согласишься со мной, что больших сюжетных композиций, как вот, например, твоя же картина в музее хранится на тему войны. Да если бы меня просто этого не видела. Сейчас ты и пишешь. Ты сейчас вот-вот поймал. Вот. Мне кажется, что этот разговор сейчас пока действительно надо прекратить, потому что мы уже с Олегом договорились, что придем мы с оператором к нему в мастерскую. Конечно, пригласим и вас, Наталья, или туда, или здесь, чтобы нам там было, может, по-мужски легче. Конечно, лучше в мастерской. Вот. А сейчас давайте продолжим показывать экспозицию киевлян. Здесь больше будет сейчас скульптуры. Я должен сказать, что скульптура мне у киевлян очень понравилась. Вы согласны? Сейчас, сейчас. Я, на мой взгляд, вообще скульптура в Украине – это ведущий жанр. У нас уже много лет. Тренали скульптура в Украине. Ну, у нас как-то скульпторов мало разово общался. А по большому счету я Тренали практически видел все. Есть потрясающего уровня работы. И скульпторов я не всех знаю, но эти все яркие, как бы, имена я с ними знаком. Поэтому, конечно, она здесь должна быть замечательная. Давайте смотреть. Мастерство залишается вечным. И, несмотря на то, что происходит в площади нашего экономического життя, мы все-таки цивилизованы, мы все-таки культурны, мы все-таки живем в мистецтвии, живем речами высокого сенсу. Редактор субтитров А.Семкин Как лично мне, очень импонируют эти все четверо скульпторов. Я их знаю по участиям всеукраинских выставок. Мы каждые три года делаем тренали скульптуры всеукраинской в Киеве. Поэтому они мне знакомы и знакомы с их произведениями. Ну, очень приятно увидеть их в нашем зале, встретиться с ними здесь же. Вот, особенно мощные работы Алисы Забой. Мне очень интересны сюжеты евангельские такие, библейские темы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Председатель Киевской организации союзохудожников выставил две работы. Одна из них вот такая девушка с граблями. Если вы следите за историей искусств, знаете истоки скульптуры украинской, то здесь прослеживаются формы Архипенко, Александра Архипенко, который еще в 20-е годы уже выходил на такие формы. Это не в обиду сказано автору, потому что все мы откуда-то черпаем истоки. Выставка очень эмоциональная. Для Николаевского зрителя это будет открытие. Если мы кое-что уже видели, но в наших залах они по-другому смотрятся. Очень у нас оригинальный, ну такой камерный зал. Поэтому отобрали небольшое количество работ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сьогоднішній метець, він може працювати в графике, живопису, в скульптуре, в пластице. Значит, він метець. Значит, він метець. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну вот, у нас три минуты. Ну, что я могу сказать? Вот честное слово, что все-таки это событие для Николаева. И мне кажется, любая приезжая выставка, что наша где-то в другом городе, что люди приезжают сюда, это для всех события, потому что все-таки же можно посмотреть, что воочию делают люди, как там? Для того, чтобы видеть, допустим, вот это количество работ и качество даже, ну как бы, которое у нас присутствует, нужно потратить достаточно много сил и энергетики поехать туда Николаеву, ему смотреть. Им привезли наблюдечки это. Да, вернусь к скульптуре, я почему-то вспомнил, там прекрасно педагоги в Академии преподают. Это Валера Швецов, Чепелок Володя. Да, и раньше преподавали очень уличные. Да, и Бородай был. Традиция какая-то. Да, а по живописи здесь же у нас хороший, очень Миша Гуйда висит какой, прекрасный портрет Дашкинский, так? И Саша Ольхов, живопись, знаете, чисто украинская. Вот там, казалось бы, как в красках, там нету пластики даже как бы от псевдо, а вот живопись украинская. Будем делать выставки дальше. Я думаю, и нас там будем показывать, и сюда будем возить. Я думаю, Львовян привезем, Ивана Франковцева привезем. Все заинтересованы, все города в Украине заинтересованы показать здесь. Единственное, что нам нужна будет помощь, какая-то финансовая может быть, потому что это достаточно все для союза художников накладно. Я никогда не люблю плакаться по случаю денег, но если вот в этом режиме. Я еще пригласил здесь всех художников с именами больших. Хочу показать, Чебекина, Кампанца. А, да, они еще могут приехать. Мы понимаем, как персонали. Мишу Гуйду, потом показать Ольхова персональ. То есть это нужно делать пока, а почему не делать? Желание есть, силы есть. Все, Наташа, я забрался. Наташа, ну что? А я вот тоже хочу сказать, что действительно выставка, пусть она небольшая по количеству работ, но так подобрано, ну как грамотно, профессионально, что показаны все направления развития живописи. Обрати внимание, первый зал, это вот зал вот такой школы прекрасной. Нет, первый зал слева, там белый зал. Нет, ну это маленький зал, я беру большой зал. Это великолепная школа киевская, живописная и скульптурная, кстати. И действительно тут и Гульда, и Ольхов. А второй зал, это вот уже вот эти постмодернистические направления. Там вот Андрей Цой интересно, другие художники. Действительно, такая великолепная выставка. Я, например, получила такое удовлетворение от посещения, созерцания работ, общения с теми художниками, кто приехал. Я приглашал всех, чтобы приехали художники, например, на этот час, но были. Олег Константинович, ну спасибо все-таки тебе за то, что ты проводишь такую работу в своей организации. Мы, не я, это в Союз художников. Вот, это во-первых. Во-вторых, что все-таки это считается событием для нашего города. Это и для Киевлян это событие. Это и для нас, телевизионщиков, тоже событие. Это интересно снимать, когда не надо лицемерить, а показываешь только красивое. Как вы сказали, мало, но так подобрано. И так здорово, что ощущение мощного творчества присутствует. Я очень жалею, что мы так мало говорили. Я думаю, что этот разговор обязательно мы продолжим. Спасибо, что вы пришли. До свидания. Творческих вам успехов. А вам, дорогие зрители, добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова